Здравствуйте, уважаемые охотники! Ваш охотничий вопрос сегодня и на вопрос отвечает главный редактор журнала Охота Валерий Петрович Кузенков. Вот этого журнала на 254 полосы, грамотного, наполненного статьями, фотографиями. Тут есть все и про оружие, и про охоту, и охотовические статьи, и про кулинарию, про рыбалку. Вот это номер 18, сейчас мы готовим 19, он выйдет в сентябре. Вы журнал можете приобрести, значит, в любое время через Озон, через Авито, через сайт нашего журнала. Или на каких-то мероприятиях охотничьих, на которых мы бываем, это вот выставки в Москве, охотничьи проходят, и там тоже журнал продается. Там я присутствую и отвечаю, там на ваши вопросы подписываю. Все ссылки по покупке журнала есть под этим видео. Внимательно смотрите, внимательно находите. Если кто-то не может разобраться, попросите близких, напишите в редакцию, мы всегда поможем, ответим, и прочее, прочее. А сейчас вопрос, хороший, правильный вопрос, задал Сергей, вот, и молодец, что написал, откуда он. Я еще раз вас прошу, я тысячи раз просил. Если вы задаете вопрос, напишите, Сергей, там, Астраханская область, там, поселок такой-то, и прочее, прочее. Так проще отвечать на ваши вопросы, а не просто там, значит, кто-то написал, а вот у нас, и дальше, а что у вас, где, на Колыме или в Иваново. Это, понимаете, это не вопрос. Постарайтесь, прежде чем задать, грамотно его продумать. Вот Сергей задал. Вае Петрович, здравствуйте, я из Астраханской области, вот видите, уже хорошо. Охотой увлекаюсь с 2007 года, с 2007 года. Охочусь в Беровском охотхозяйстве. Спасибо, Сереж, все понятно. В основном это утка, лысуха, лебедь, гусь серый, к открытию уходят на раскаты дельты в основном. Да, есть, так сказать, у нас серый гусь, это российско-казахская популяция, и она существует. И в Краснодаре, например, добыть одного гуся, норма, в сутки, понимаете, да, этого серого. И пытались его в Красную книгу внести, потому что популяция сегодня в депрессии. С гучевым серым, вот этой, с казахской популяцией, астраханской, большая проблема, понимаете, да. Также охочусь на рысака. Открытие у нас на третьей субботы сентября. Заяц, лиса, интовинная собака, шакал стреляет. Мечта взять волка, пока не получается. Но дело не в этом. Хочу задать вопрос. Всю жизнь интересовала. Посмотрел много видео, прочитал книги. Конкретно не было сказано. Наш русский волк. Много ли от него пострадало людей? Нападение волков, не спровоцированных, не бешеных, а именно в качестве добычи для пропитания. На человека нападение. С уважением, Сергей из Астраханской области. Сереж, этим должны заниматься охотно-хозяйственные организации. Общественные охотничьи организации, государственные организации. И этим занимались. Большие нападения волка на людей, не спровоцированные, как вы пишете, бешенством, еще прочее, были. После Великой Отечественной войны, когда охотники многие ушли на фронт. И потом они вернулись, кто-то не вернулся. И когда катаклизма какая-то в стране, сразу хищники растут. Потому что люди снижают пресс на этих хищников. И вот у меня папа из Пензенской области, Белинского района, село Липовка. И вот он мне всю жизнь рассказывал, как у нас там есть березовый овраг, глубочайший овраг. Там деревья внизу растут. Там жили волчьи стаи. И не только там, в других оврагах. И каждый вечер, когда солнце садилось, они шли кормиться. Был такой калетый овраг, куда скидывали дохлый скот. И они шли туда. И ночью, говорит, такая драка, что лошадь дохлую вытаскивали из оврага наверх. Эта стая разрывала, съедала. Были нападения на домашний скот, на собак и на людей. И отец сам рассказывал, как женщину одну съели, почтальона там. Мужчина один сидел на столбе. У меня книга «Медвежья злоба». И там моего деда, он родной брат моего деда. Его два переярка катали. Километров 15, пока он шел в деревню, со станции толкнут и смотрят на него. Видно, сытые. Просто играли с человеком. Он кидал им там перчатки, рукавицы. И они его дотолкали. Практически шли рядом с ним. И играли до деревни. И он уже пошел там, липовая лощина. Собаки залаяли. Волки сидели на дороге, смотрели. И потом ушли. Их перебили. С самолетов. Потому что степные районы. Работал Ан-2. Тогда по-2 назывался. Стреляли, обдирали, поджигали. Во времена царские были. Статистика. Я приводил. Я делал лекции. Я писал статью. Работаем с волком. Все это есть в журнале охоты. Я вам показывал. Потому что в каждом номере мои профессиональные статьи. Сейчас я написал статью про европейскую русскую норку. Куда она делась. Я летал на Кунашир. Поговорил с директором заповедника. С Александром Александровичем Кислейко. Он нашел европейскую норку на Кунашире. Подтвердил это на видео. Я это выкладывал в соцсети. Значит, всеми этими вещами должны заниматься охотно-хозяйственные структуры. К сожалению, сегодня они не занимаются. Такую статистику точечно что-то ведет. Там в коме девочку разорвали волки. Еще где-то напали волки. Где-то бешеные напали. Что-то всплывает в соцсетях. В СССР был журнал, в охотно-хозяйстве журнал. И в каждый раз записывались в журнале всякие вот такие случаи. Нашел егерь дохлого лося. Написал где, чего, какая точка, что произошло. Пуля или медведь, или еще что-то. Сбила лося. Нападение произошло. Медведя на домашний скот запись. И по итогам года все охотно-хозяйства из этих журналов брали информацию. Передавали в госохот структуру региона. Госохот структура региона это обобщала. И отправляла в глав охоты РССР. И был такой толстый годовой отчет. Который приходил с каждого региона в глав. Потом специалисты главка все это обрабатывали. И получалась некая статистика. Сейчас этого я не вижу. Не слышу. Может это где-то есть. Я заглядывал там на сайты. Департамент охоты. Глядел. И прочее, прочее. И на сегодня этого не существует. Мало того, могу сказать, сейчас большая проблема. Есть так называемый а-ля Центр охот-контроль. Некая структура государственная, которая осталась. Но, как мне сказали, правительство не выделило денег. В этом году на содержание этой структуры. Если деньги будут все-таки получены. И Минприрода убедит правительство. То тогда еще какая-то статистика будет вестись. Если не будет, значит не будет вообще ничего. Будет такая, знаете, там сказал, бабка сказала, на лавочке сказала, Кузенков сказал, вы сказали, кто-то еще чего-то сказал. И мы будем получать такую информацию. Еще раз всем говорю. Чтобы все это было, надо работать с диким животным миром. Для этого наши, там наверху, должны понять, что охота, это не выстрел по животным. И не пьянка на природе. Это, извините меня, работа с диким животным миром. Это охрана природы, охрана Родины. А здоровая природа, это нация. Вот я думаю, Сергей на ваш вопрос ответил. Ребят, давайте обсудим. Были ли нападения волков в ваших регионах? Вот кто смотрит это видео? Когда-то что-то в древние времена слышали на домашний скот. Вот мне просто интересно. И тогда мы поймем некую статистику нападений. Или не было. Волка у нас 65 тысяч голов. Это дает Минприроды такую учетную цифру. А вот их значительно меньше, чем буро у медведя. Того 300 тысяч голов на территории России. Так вот, медведь нападает, тоже точечно, тоже нет статистики, где медведи, на кого напали. Прямо, чтобы цифру знать, да, какой регион, что там, погиб человек, не погиб человек. Я в своей книге «Медвежье злоба» много описал таких случаев, разговаривая с охотниками. Они мне рассказывали, и я это понимал, видел и сделал литературную такую вещь. Вы ее читаете, многие говорят, что нравится. Спасибо, жду ваших откликов и увидимся завтра.